В российских соцсетях бурно обсуждают встречу Людмилы Алексеевой с Владимиром Путиным. К сожалению, в ходе обсуждения фокус внимания спустился на, по сути, второстепенный вопрос об отдельных неприятных, если не сказать непристойных, подробностях этой встречи. Между тем, уже сам факт теплого общения известной правозащитницы с российским диктатором выглядит постыдным, независимо от того, сопровождалось ли оно целованием рук тирана или нет. Лично меня происшедшее не удивило, оно стало логическим продолжением многолетних взаимоотношений правозащитницы Алексеевой с представителями путинской власти. Многие помнят недавние дефирамбы маститой правозащитницы в адрес неутратившего человеческого качества Володина и до этого еще было открытое поздравление в адрес генпрокурора Устинова, занятого в тот момент разгромом ЮКОСа и посадкой целого ряда его сотрудников. Взаимодействие российских правозащитников с режимом давно стало нормой. Без колебаний принимая кремлевские гранты, они неизбежно сами стали частью системы. Весьма показательно, что при наличии десятков политзаключенных и огромного количества невинно осужденных путинской России Алексеева попросила помиловать человека, занимавшего в прошлом не самые последние позиции в системе российской власти. Главный итог встречи – Путин в очередной раз сыграл роль справедливого и милосердного государя, а Алексеева вольно или невольно подыграла ему в этом спектакле. В конечном итоге не столь уж важно, чем именно руководствуется Алексеева. Я вполне готов допустить, что в своих поступках она действительно движима стремлением помочь отдельным людям, попавшим в жернова репрессивной системы, а вовсе не личными мотивами. Важно другое – сотрудничество Алексеевой с властью неизменно оборачивается тем, что власть использует ее в своих интересах. Полагаю, ее пример должен послужить уроком всем честным людям России, не осознававшим пока еще одну простую истину. Любое сотрудничество с оккупационной властью недопустимо. Гарри Каспаров